Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, я всю жизнь занимаюсь ортенцией, почему я сегодня говорю про фибрилляцию. Посмотрите, как растет фибрилляция стремительно. Она дорастает гораздо большими темпами, чем это предполагалось ранее. И вот по прогнозам в Америке в 50-м году количество болезнь смертельной альпии может достигнуть 15 миллионов. Если у человека развилась фибрилляция предсердия, его прогнозы драматически ухудшаются. Если ИБС-риск повышается в 2-3 раза, то риск кардиоэнфорического инсульта повышается в 5-7 раз. А риск развития сердечной недостаточности уже в десятки раз. Что же касается выживаемости людей. У этих больных выживаемость 10-летняя, это минсоцкая популяция, это значительно меньше. И вот, а смертность, посмотрите, выше верху смертность мужчин и женщин с фибрилляцией в медру, без фибрилляции предсердия. То есть, значительно превышается смертность. И еще одна неблагопонятная тенденция. Вот мы не наблюдали, в мире не наблюдается улучшение прогнозов в отношении смертности именно у этой категории больных. В чем же причина вот такой вот эпидемии? Я очень люблю эту синтенсию. Почему? Потому что в реальности врачи не только продлевают жизнь, но они изменяют структуру заболеваемости. И вот оказалось, что две главные причины, которые отвечают за эту эпидемию и фибрилляцию в мире, это постарение населения, и в этом не виноваты. И так, прежде всего, улучшение прогнозов у тех тяжелых кардиальных больных, в том числе с острых патологий, которые сейчас хорошо лечатся. И вот везде обращается внимание, челлендж, вызов, выпук по-украински, что изменяется. И оно сейчас в мире в отношении кардиальной литератологии сместилось именно на сердечную недостаточность и на фибрилляцию предсердий. Вот как драматически растет фибрилляция предсердий с возраста. Уже от 55 до 60 лет, два десятилетия, она увеличивается в два раза. А у больных старше 80 лет, 8-10% это больные с фибрилляцией предсердий. Фибрилляция предсердий у пожилых людей, это много важного в этом понимании. Прежде всего, ее в основе лежит кардиальная патология, но более чем одна. И как это неудивительно, на первое место это занимает артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Также это и заболевания легких, это хронические и обструктивные заболевания, которыми так часто страдают пожилые и старые люди и другие обеспечения. Если посмотреть по данным госпитализации лиц пожилого и старшего возраста, это американские данные, посмотрите. Лица старше 65 лет до 72%, которые поступают в связи с фибрилляцией, впервые развившиеся или эпизоды лиц, это больные с артериальной гипертензией. Это я хочу еще раз обратить ваше внимание, что казалось бы, такая внутри вот и, смотрите, безобидно, как артериальная гипертензия, в популяционном плане, это большинство больных, она поставляет нам с такой тяжелой патологией, как фибрилляция гипертензии. Я хочу сказать, что в основе развития вообще фибрилляции гипертензии у старых людей лежит, как правило, органическое заболевание сердца. И здесь работают изменения и структуры сердца, ой, я каждый раз что-то здесь, и структуры сердца. Это изменение системы регуляции, гипертензия, гипертензия, симпатическая и парасимпатическая системы. Если голубец и парасимпатическая, чаще, то встали симпатические. Это ацентрический стресс, это тканевое воспаление. А вот такие первично электрические болезни, генетические, нормальные развития, они, несомненно, свойственны в большей мере для молодых людей. И хочу обратить внимание, что гипертензия на самом деле в популяции, это не больше разной популяции в 3-9%, а метрозный стеноз, как ревматический, уже становится практически казуистикой. И вот то, что артериальная гипертензия и гипертензия такую важную, нашло отражение в клинингемской шкале и дискодибридиации бетерги. Прошу обратить внимание, здесь играют только возраст, и фунт. И вот внизу систолическое артериальное задвижение и лечение гипертензии. Если посмотреть на такое в настоящее время парадигму лечения больных с дискодибридиацией бетерги, то здесь, кроме того, что мы должны их обследовать хорошенечко, оценить, то раньше обращалось внимание, главное, на эту верхнюю часть. Это часть больных нуждается в контроле частоты разными путями, и часть в контроле ритма сердца. И после анализа, что больному нужны антипогулянты, это большинство больных и антиреганты, и решение этого вопроса для снижения риска. И системы, которые боли и, в первую очередь, кардиомболического инфрукта. А что же лежит вот там вот внизу, о чем мы хотим с вами говорить сегодня. Эта терапия имеет англоязычное название апстильтерапия. Как же она переводится? Это, собственно говоря, верх по течению, то есть с пять кистоков. То есть мы возвращаемся к истокам заболевания и воздействуем на те заболевания, которые лежат в основе развития фибрилляции предсердия и других, собственно говоря, нарушений ритма. И леча заболевания в то же самое сердечное, в то же самое артериальную гипертенцию, мы влияем и на ритм сердца. Еще, говоря о том, у нас даже был такой обзор по этому поводу, не антиаритмическая терапия, не антиаритмическими препаратами. И какие же препараты относятся к этой группе заболеваний? Это, в первую очередь, ингибиторы системы инфанглитензина. Хорошо вам известны ингибиторы, блокады рецепторов инфанглитензина, антагонисты андестероза. Это гипаридемические препараты статины и эмегатрии, насыщенные жирные кислоты. Меньше данных, но уже обсуждается в литературе, это как истеронные после операции, в частности, аутокоронарных шинпироид, те зарядили, в первую очередь, пиагнитазон при лечении больных сахарным диабетом. Посмотрите, эти препараты же применяются у широкой категории больных. И абстремитерапия имеет как бы два аспекта. Первый аспект – это первичная профилактика у больных с сердечной патологией. И здесь были получены, в принципе, хорошие результаты. Посмотрите, если у больного сердечно-недостаточности историческое, насколько у него увеличивается риск в зависимости от эмегатрии и сердца. Где-то больше, чем пять раз. Причем это распространяется и на диастолическую сердечно-недостаточную ситуацию с сохраненной фракцией выброса. В отношении артериальной гипертензии риск растет в 1,8 раз. Сахарный диабет – 1,4-1,6 раз. А, конечно, лидером является тридичный альдостеронизм, когда риск увеличивается аж 12 раз. Но, снова-таки, повторяю, что в популяционном плане, поскольку самая распространенная патология – это артериальная гипертензия, именно она является поставщиком основной базы вот этой старческой фибрилляции прицепи. В отношении вторичной профилактики. Вторичная профилактика, вот эта категория больных подразумевает, что мы уже, когда развилась фибрилляция, должны как-то замедлить ее, уменьшить количество прицепов. Здесь не так обнадеживающие результаты. Но, тем не менее, вот эта вот абстинтерапия уже нашла отражение свое в 10-м году в европейских рекомендациях в повещении фибрилляции прицепи. И в таком же виде она перешла в прошлом году, были опубликованы наши украинские рекомендации. Прошу обратить внимание, что здесь идет речь по применению ингибитора АПР и блага болезрецептора кандидатензина у больных сердечных недостатков, у больных терпиальной гипертензии, в особенности, если имеет место гиперкетерия, и имеются рекомендации в отношении статинного пути от аустро-коронарного мутирования. А в отношении уже вторичной профилактики это не такая мощная доказательная база. Но поскольку эти препараты мы давно и успехом применяем и при сердечной недостаточности, и при лечении гипертензии, и при лечении ишемической болезни сердца, и в том числе у больных с сахарным диабетом, понятно, что круг больных, которым мы рационально должны назначать эти препараты, должны быть очень четко отчеркены, и препараты должны широко использоваться. И вот здесь я привожу данные последних мета-анализов, которые, да, выглядят о том, что в эффективности, видите, смещены в левую сторону, как хорошо ингибиторы работают в отношении риска развития у больных терпиальной гипертензии. И вот если мы сравним их с другими препаратами, то они окажутся более эффективны не только, даже чем бета-блокаторы, которые, собственно говоря, являются антиритическими препаратами, а вот кальция-тармисты являются в этом отношении хотя бы нейтральными. В настоящее время даже определены механизмы, на которые мы можем воздействовать, вот благодаря влиянию на систему левиан-анализм. Мы, хочу вас лишь обратить внимание, мы говорим всё время, что при операции кальциях, при сердечной недостаточности происходит ремоделирование сердца. Но это не только структурно-морфологическое ремоделирование сердца, это также и электрическое ремоделирование, это нарушение регуляции, и это нарушение метаболизма. То есть ремоделирование охватывает все стороны сердца, морфологию, функцию, метаболизм и регуляцию. И вот на многие, мы здесь указаны конкретные точки, на многие эти точки, которые имеют отношение к этому ремоделированию, имеют отношение к развитию фибрилляции, воздействуют блокаторы системы левиан-анализма для сторон, такие же схемы, там разные, могут быть, точки приложения, и воздействуют, в частности, статинные антилиполитетические препараты. Вот в течение уже больше, чем 10 лет, мы занимаемся маркерами электрической негалогенной системы ГАРТа. Вот в частности, это позднее, ранее потенциалы предсердно-желудочков. Когда в сердце развиваются участки микрофиброзов, таких микроорубчиков, это может быть зона гибернации, у нас, посмотрите, нормальное поведение по синцептию, этому сердечному, оно изменяется. И вот возникает такая субстрат для возникновения аритмии по механизму реангии. И вот посмотрите, что делается у больной с гипертонией. Уже у 26% пожилой гипертоника вот есть эти поздние потенциалы предсердно. Есть и присоединяется сахарный диабет. А сахарный диабет в самом деле изменяется метаболизм, изменяется воспаление, оксидативный стресс. Возникает ранний хирург. И посмотрите, уже у 72% этих больных у нас имеются эти поздние потенциалы. Инсульт, о котором говорила Светлана Михайловна, который нарушает профику и нарушает регуляцию, тоже вот так драматически увеличивает количество этих потенциалов. Это касается и желудочков. А вот другие маркеры эллистической негомогенности, в частности, есть диспетсия, там КОРС, КОРС, она появляется позже, она свидетельствует о более огневоких изменениях миокатов и вот таком вот фиброзировании, нарушении условий проведения в миокатре. Что происходит, если мы просто гипертоникам, без всякой фиброзировании, будем давать длительно просто ингредитор опалу. Вот здесь, например, в примере НЛОПРОС. Оказывается, что у нас снижается, на фоне снижения гипертоникам, снижается количество и поздних потенциалов желудочка, и поздних потенциалов предсердия. Поздние потенциалы желудочка, ведь он меньше имели, если он на 9%. Вот это наши данные по лечению более медлительному. Используется лизинопил гидрохлортиазид 3 месяца, а вот комбинация лизинопил плюс амлодипин использовалась 6 месяцев. Посмотрите, степень гипертоникам, чем мы длительнее лечим, тем больше рациональность, тем у нас степень гипертоникам уменьшается более выраженной. И вот такое обратное ремоделирование сердца, структурное, приводит к улучшению условий к электрическому ремоделированию обратно. Посмотрите, здесь на 15 и на 16 снижаются эти самые поздние потенциалы, а здесь уже на 42 и 25. То есть достигая обратного развития гипертоникам, структуры изменения сердца, мы наряду с этим, используя такие препараты, достигаем и улучшения вот такого электрического структуры, электрогенеза сердца. А что же касается больных с фибрилляцией гипертоникам? И что же касается больных с кардиомболическим инсультом, который уже перенесли, он уже был совершен. С этой части работы мы делали с Светланы Михайловны, которая так срочно убежала. Оказалось, что чем у нас хуже форма фибрилляции гипертоникам? Вот здесь фибрилляция идет персистирующая форма фибрилляции, перенесенные инсульты, даже кромбы эмболические. Негомогенность сердца возрастает. И это уже вот этих людей находит выражение не только просто вот этих тонких маркерах и негомогенности, которые мы можем обнаружить только инструментальными методами, но уже в манифестных нарушениях сердечного ритма. И при фибрилляции предсердий это не только фибрилляция предсердий. Если мы будем смотреть, а что же делается с желудочковыми нарушениями ритма, окажется, что у этой категории больных, посмотрите, пожалуйста, мои самые худшие больные, это которые принесли розовенькие, это которые уже принесли в кардиомболический инсульт, у них будет уже регистрироваться, при холтерском ритме смертельно, потенциально смертельные желудочковые нарушения ритма. Это парные групповые при прибежке желудочковой тахикардии. И в основе этого в том числе лежит дальнейшее структурное, в том числе, я сказала, механизм мноя, ремоделирование сердца и, кстати, сосудов. Посмотрите, у них сердце расширяется, но самое большое у больных, постоянная форма ритмии, у них утолщается толщина интима-медиационных артерий, у них несколько уменьшается фракция выброса, и, конечно же, у них увеличивается размер левого пресердия, а уже при постоянной форме, так там уже мы наблюдаем после инсульта и увеличение правого желудочка. И вот, еще раз говоря об этой амбстрии терапии, я хочу сказать, что я специально посмотрела в интернете, что сейчас вот этот термин используется вообще во многих областях, потому что наши возможности для того, чтобы повернуть процессы в спять, с каждым днем расширяются. Мы решили посмотреть, как же можно ли что-то изменить, в частности в отношении желудочковых нарушений ритма, потенциально жизнеопасных, а риск их увеличивается где-то в 3-4 раза, в больных сибиряций, такими нетрадиционными подходами. Вот один из этих традиционных подходов, отчасти традиционных, это спиронолактон, это альдостерон, а второй препарат метаболического действия на больных с постальной формой врицательной аритмии на почве гипертензе, но одниференецеин, соль, другие нет. И вот мы начнем с альдостерона. Вы знаете, сейчас в литературе альдостерон называется таким интересным термином кардиальный нейротоксин. Ведь если раньше мы считали, что, вот когда я лично училась, и многие из вас, что он имеет отношение к реабсорбции натрия и воды, к регуляции артериального давления, потом наши знания расширились, оказалось, что это нарушение нейрокумодальной регуляции, это развитие фиброза, которая в том числе идет к развитию ремоделирования желудочка, квазоконстикции, диастолической инструкции. Вы посмотрите, в том числе с дисперсией нарушения проведения импульса и аритмогене смерти. В настоящее время представления об этом препарате, об этом гармонии и препаратах, которые могут его блокировать, совершенно расширились и видоизменились. Вот, посмотрите, эффекты спиррного лактуна уже рассматриваются с точки зрения его антиаритмического действия. И здесь обращается внимание на следующее занятие, что прежде всего он уменьшает в миокарде явление оксидативного стресса. Дальше. Он влияет на транспорт патионов и на метаболизм кальция. И это и прямое действие, и опосредственно через оксидативный стресс. Он влияет на процессе фиброзирования и он влияет на восстановление нексусов, которые отвечают за целостность работы сердца как синцития. И вот, посмотрите, мы давали этот препарат больным в течение трех месяцев, которые хорошо по всем стандартам лечились у нас в нашем отделении. И вот первое, то, что я не говорю, все, что мы у них нашли, оказалось, что больным гипертоникам он делает два хороших плюса. Во-первых, у части больных он восстанавливает циркадные ритмы, нарушения ритмы артериального давления, а это очень важно, и в том числе и с точки зрения и фибрилляции председателя. Он влияет на маркеры негрогенности миокарда. И посмотрите, что он делает с желудочками нарушениями ритма. Во-первых, количество больных, у которых регистрировалось нарушение ритма, в виде как резко уменьшилось. Если у нас были больные, у которых она регистрировалась, желудочка-то гипертония, после трехмесячного лечения ни у кого из наших больных она регистрировалась. А те больные, у которых оставались эти нарушения ритма, парные, групповые, оно увеличило, количество этих нарушений ритма в течение суток уменьшалось значительно. Светлана Михайловна говорила о кардиомболических инсультах. Это тяжелая рациевидность ишенического инсульта. Где-то практически четверть больных. Это кардиомболический инсульт. А вот если посмотреть на отдельных клиниках в отношении старых и очень старых людей старшего смесили, то эта цифра доходит уже до 40-52%. И вот это были больные, которые жили в отделении Светланы Михайловны, была учительница в танках. Они лечились по всем правилам стандартным, это касалось неврологов, кардиологов. И оказалось, что несмотря на это хорошее лечение, у них часто наблюдается нарушение солнечного ритма, давление вит, у них часто норгипер, не снижается давление ночью, или наоборот, овергипер, который чрезвычайно снижается, и тоже это очень плохо. Это те больные, у которых самая высокая частота желудочковых нарушений ритма, у них кроме этого еще имеется наличие скрытого амопроведения увеличения продолжительности по УТС. Светлана Михайловна очень любит метаболические препараты, и вот препараты, которые хороши и для кардиологов, и для нивологов, это те, которые увеличивают инстинкции АТФ. И к ним, вот они находятся в этой части, да, и к ним относятся препараты язарной кислоты, это Мексикор, Мексидол. Это препарат, который является и антиоксидантом, и антилипександом, который хорошо изучался и желудочковых нарушений ритма, который просто желудочковые при гипертенции, при сердечной достаточности в России. Мы давали это в течение 10 дней в пациентах, которые принесли кардиолинбарический инсульт. Ну вот, то, что оказалось. Оказалось, что у них этот препарат дополнительно, снова-таки, способствует постановлению нарушенного циркального ритма в виде, от 48 до 64 пошли к нормальному ритму. Очень важно для инсульта, это что снижается скорость отменевого подъема систолического давления. Он получает гемодинамику, это хорошо, эпизоды ишемии уменьшают хорошо. Светлана Михайловна показала, он улучшает мозговой кровоток. Это очень хорошо, что одновременно можем действовать и на кардиальную, и на нейтрологическую патологию. А что ж с нейромогенностью? Показывает, несколько замедляет ЧСС, но очень мало, но хотя бы он делает это гармонично во все днем и ночью. И вот, посмотрите, как у нас кардинально за 10 дней уменьшилось количество парных желудочков, экстасит, царженоповых, и продержит желудочек дагипардии, которые вообще после лечения не регистрировались. И вот, посмотрите, уменьшение явлений эритмической гемодинальности миокарда, это снижение частоты желудочков ритмии, высоких градаций. Я хочу сказать, что вот эта апстимотерапия, необычная терапия лечения аритмии, не ритмическими препаратами, она находится как бы в заводише, но только начинается. Ну вот, мы не договаривались с Федландой Михайловной, но процитировали одного того же поэта, философа Гёте. Свободен первый шаг, номер 2. Если уже мы сделали этот шаг, эта терапия будет и в дальнейшем развиваться, и мы на нее возлагаем, во всяком случае, диапию, большие надежды. И вам всем здоровья, весной, до встречи!